11 июня в Коломне под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось выездное заседание Высшего совета при губернаторе Московской области, на котором также присутствовал и глава Ленинского района Сергей Кошман. Подробности в начале нашего выпуска. Выездное совещание началось не совсем обычно. На берегу реки Аки, где развернулась масштабная историческая реконструкция. Русские воины против татаро-монгольских захватчиков. Как только добро победило зло, руководители городов и районов региона направились к местному скверу. Тут всем собравшимся предложили вооружиться лопатами и высадить Рябиновую аллею. Затем чиновники возложили цветы к вечному огню и осмотрели Коломенский Кремль. От облика города зависит настроение людей, качество жизни людей. Чистый город предполагает и заботу об экологии, о развлечениях, о туристах. Все это является главной приоритетной задачей каждого подмосковного города. Глава Московской области также отметил, что Коломна – один из самых чистых городов Подмосковья и сейчас находится в лидерах всероссийского конкурса «Россия-10». Многие жители региона отдали свои голоса за Коломенский Кремль. В их числе и Сергей Кошман. Голосовал, и я хочу сказать, что действительно Коломна – это жемчужина Подмосковья, действительно жемчужина России. И будет здорово, если Коломенский Кремль такой древний, такой достойный, такой интересный, станет лидером этого национального проекта. Сменив городские пейзажи на зал заседаний, Высший совет начал свою работу. Глава региона предложил провести встречу без галстуков. Разговор с самого начала пообещал быть жарким. Ключевым вопросом стало обсуждение хода строительства детских дошкольных учреждений. Затронули и тему облика Московской области, и в частности программу «Чистая Подмосковья». Еще были подняты темы электронных очередей в детские сады и в медучреждения, проблемы дольщиков и многое другое. Совещание длилось около трех часов. Подводя итог, Андрей Воробьев сообщил, что целью встречи был поиск взаимопонимания, и цель эта была достигнута. Позиция губернатора Андреевича Воробьева очень ясная и понятная. У него есть искреннее желание сделать так, чтобы города и поселки Московской области стали лучше. Это, безусловно, по многому зависит от нашей общей работы. И он говорит всем главам, давайте работать одной командой, дружно, слаженно, организованно, думая о том, что мы делаем, как мы делаем, безусловно, исходя из интересов, прежде всего, самих жителей. Следующий высший совет глава Подмосковья проведет в Клину. Он предложил побывать в каждом муниципальном образовании и посмотреть, как живут жители области и какие у них существуют проблемы.